От земель института животноводства до пригорода краевой столицы. За 49 лет поселок Знаменский превратился в густонаселенный район Краснодара. Здесь живут примерно 8 тысяч человек. Именно восточная зона та территория, за счет которой собирается прирастать город. Как раз в этом направлении формируется краснодарская агломерация. Сегодня вместе с местными жителями и мэром губернатор края проехал по улицам поселка. Уже сейчас необходимо грамотно распланировать всю инфраструктуру, чтобы избежать проблем, которые есть в так называемых старых микрорайонах. Люди не молодеют, молодежь взрослеет, а пожить хочется. У нас никогда народ ничего сверхъестественного не просит. Вот сколько езжу по людам, не просит. Он просит нормальных, человеческих условий. Давайте дадим народу то, что он заслужил. Коллеги, это зависит от глав муниципальных образований. В данном случае от вас. Потому что других сегодня глав муниципальных образований нет. И губернатора сегодня нет. На нас с вами это ответственность. Дадим или не дадим. Или опять обманем в очередной раз. Я не хочу обманывать. И вас, коллеги, призываю не обманывать. Поэтому мне дать также стратегию развития поселка Знаменский с датами, с периодами, с промежутками. Но раз уже назовете временные сроки, будьте добры выполнять. Стандартный набор для комфортной жизни. Школа, детские сады, спортивные площадки. Все это появится в Знаменском, пообещал мэр Краснодара. Земельные участки уже найдены и переведены в муниципальную собственность. При этом социальные объекты начнут строить раньше или одновременно, но никак не позже многоквартирных домов. Это должно стать правилом для каждого застройщика. Обратил внимание бизнесменов глава региона. 290 тысяч метров. Здесь по проекту, предложению 9 тысяч на оселение, одна школа на 1100 и 2 детских сады. Коллеги, вот таких компромиссов будет не может только из расчета. Вот сколько вы планируете там квадратных метров ввести, вы прекрасно понимаете, какой расчет, сколько нужно школ. Одна, значит одна. Две, значит две. По-другому быть не может. Или тогда количество квадратных метров уменьшаете или количество школ увеличиваете. Все. Другого-другого здесь подхода не будет. Социальная ответственность бизнеса должна быть не только рекламным ходом, а желанием самих предпринимателей, говорит Вениамин Кондратьев. А тем, кто не может выполнить даже свои непосредственные обязанности, речь в частности о водоотведении в поселке Знаменский. Вениамин Кондратьев дал последнее предупреждение. Пока два предприятия спорят друг с другом, у жителей происходят перебои в работе канализации. Или вы ее решать будете, или будут решать ее другие. Вот и все. Но как уже эту проблему, раз уже я здесь и мы здесь, то так уже ее не оставим. Я вам гарантирую, и это однозначно. Вот ваше решение, если оно есть. Если нету, то допустим дадим там 10 дней на проработку решения, и дальше или сможете, или не сможете. Но я должен понимать четко и понятно, что проблема с водой будет решена. Ну и с канализацией в том числе. Проблема с водой на сегодняшний день у нас решается. То есть мы бесперебойно подаем воду в поселок Знаменский. В части водоотведения водоканал с февраля месяца они оплачивают нам за транспортировку На встрече с жителями нашли решение одной из самых острых проблем поселка. В Знаменском без газа остаются около 400 домов. Люди отапливаются электричеством и даже дровами. Директор Краснодар Горгазов в присутствии губернатора пообещал, что всю необходимую инфраструктуру сделают в течение трех лет. В пригороде займутся и обустройством дорог. В этом году капитально отремонтируют центральную улицу. Обновят проезжие части тротуары. Однако не только этот поселок, но и весь остальной пригород Краснодара должен выйти из тени. И Новознаменский, и Знаменский это только часть, маленькая часть того пригорода, который нуждается в вашем внимании. Ревизию однозначно нужно сделать всему, всему этому хозяйству. Должны пройти вот такие же встречи со всеми жителями пригородных всех поселках. Вот должен быть алгоритм конкретных действий власти по тем же тротуарам, поликлиникам, школам, детским садам, скеймерам. И они должны понимать хотя бы с месяцем плюс-минус, когда что-то у них начнет появляться. И как показывает практика, после подобных встреч с людьми проблемы решаются гораздо быстрее. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.